Мир вступает в цифровую эпоху. Воздушный транспорт во второй волне цифровизации. Впереди идут телекоммуникационные и высокотехнологичные компании, позади горнодобывающие. Мы все тренды, которые сегодня мы видим в области цифровизации, разделили на три группы. Бизнес-тренды, технологические тренды и управленческие тренды. Главная цель и главный результат внедрения цифровых технологий – повышение эффективности работы компании. И вот самая интересная цифра – это число сотрудников на 1 миллион перевезенных пассажиров. Как видите, в 2009 году эта цифра составляла 1744 сотрудника, в 2017 году – 678. Это в основном плоды цифровизации. Цифровые технологии затрагивают самые разные стороны деятельности авиакомпаний. Предсказательные технологии очень важны, собирая данные. И на основе исторических данных, предсказывая будущее, например, выход из строя тех или иных деталей самолета, или, например, желание людей полететь в какое-то направление. Это, безусловно, помогает нам заблаговременно сориентироваться и, например, заменить эту самую деталь, или, например, порекомендовать человеку это направление по оптимальной цене. И при помощи таких технологий, как коллаборативная фильтрация или предсказание временных рядов, нам это удается, и мы считаем это важным элементом цифровизации. Однако эпоха цифр таит не только возможностей, но и вызовы для авиакомпаний. Один из важнейших – риск утраты собственного бренда. Первый и действительно такой достаточно челленджен – это потенциальный дисрапшн, который может наступить, который уже наступил в рамках областей, таких как бронирование отелей Booking.com или такси рынка Uber. В данном случае нам надо быть готовым к этому. Также информационная безопасность – это важный топик. И облачные решения, также комплайнс к государственной регуляции – это все важный элемент. Авиакомпании могут превратиться в безличные транспортные цеха, если цифровые гиганты Amazon, Google или Facebook монополизируют каналы продаж. Если говорить о будущем дезерапторе авиакомпаний, то, наверное, имеет смысл сказать, что это, скорее всего, не другие авиакомпании. Это компании типа Facebook, Google и Amazon. И для того, чтобы не стать таксистами после внедрения Uber, нам надо объединиться и хорошенько подумать. Любые изменения делают люди. Никакая технология не будет работать, если люди к ней не готовы. Все вот эти изменения в цифровизации авиакомпании в основном происходят в IT-отделах. В IT-отделах люди немножко более технического формата. Весь остальной состав авиакомпании, это маркетологи, коммерсанты и так далее, они в основном бывают оторваны от технологов. Наша цель, как наша компания, нормальная цель должна быть объединить людей, чтобы все думали в этом направлении. Соответственно, необходимость возникает измена компетенции, то есть тип сотрудников, их знания и так далее, набор знаний должен меняться. Цифра, человек, общество. Самый серьезный вопрос, как дальше будет развиваться авиатранспортная отрасль. Цифра определяет новые технологии. Внедрение зависит от конкретных людей, ну а последствия будут влиять на общество в целом.